Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как можно редактировать файлы 360 Final Cut Pro X. Есть два варианта. Первый вариант это, чтобы мы могли выгрузить вот такое видео. Для начала нам нужно его отрендерить в нашей программе GoPro. Выбираем наш файл и просто делаем файл и экспорт. Выбираем наше разрешение, выбираем наш кодек нужный и экспортируем его. В данном случае я его уже экспортировал. И мы можем его сразу залить на YouTube. И оно будет у нас показывать вас в таком варианте. И есть еще один вариант. Мы также рендерим наше видео. Вот оно, допустим, у меня готовое здесь, отрендеренное видео. Открываем наш файл кат. У меня в файл кат стоит версии 10, 4 и 6. Создаем наш новый проект. Здесь мы можем выбрать 360. Нажимаем ОК. Экспортируем наше видео. Пусть будет вот это. Видно, что наше видео сейчас еще не склеено. Здесь мы можем выбрать 360 виллер. Для того, чтобы видеть, куда направлена наша камера. Здесь также мы можем нажать сюда и показать наш горизонт. Редактировать мы можем, нажав вот на эту кнопку. Куда мы повернем, туда камера и будет показывать. Здесь мы можем отдалить. Либо приблизить. Но я заметил один нюанс. То, что когда мы отдаляем дальше, у нас она показывает только с одной камеры. То есть мы можем только вот так его делать. Для того, чтобы сделать нам панорамное видео, чтобы можно было делать сферу, нам нужно будет создать немного по-другому. Файл, New, проект. Убираем стандартное 4К. Нажимаем ОК. Экспортируем наше видео. В данном случае я уберу 360 виллер. Горизонт мне тоже сейчас не нужен. И здесь у нас появляется справа Orientation. Здесь есть маппинг. Мы выбираем режим на Tiny Planet. Так у нас появляется наше сферическое видео. Которое мы можем в дальнейшем редактировать. Первое мы можем нажать на этот значок и сделать вот здесь мышкой. Либо же сделать здесь. Двигать наши ползунки. Здесь будет право-влево. Здесь будет горизонт. Здесь также мы сможем отдалять. Либо приблизить. Максимум. Максимум приблизили. Как нам нужно. По поводу ключевых точек. Сейчас покажу, как это делается. К примеру, я поворачиваю наше видео. Нажимаю создать точку. Пролистываю немного дальше. После чего меняю наше положение камеры. В принципе, аналогично, как и в приложении GoPro Player. Нажимаем «До». Нажимаем «До». Смотрим. Вот, в принципе, и все. Здесь вы уже сами можете делать свою креативность. К примеру, покажу одну из своих тестов, что я сделал. После чего вы также можете экспортировать ваше видео и уже заливать его на YouTube. Вот и все. Всем спасибо за просмотр.